Добрый день! В эфире новости на Катунь-24. Меня зовут Егор Матаев. Прямо сейчас начнем с главных тем. 167 ветеранов Великой Отечественной войны из Алтайского края получили приуроченную к 9 мая выплату. Сумма, согласно указу президента, составила 10 тысяч рублей. Артефакты помогут найти пропавшего. Об этом знают участники поисково-спасательного отряда Лиза Алерт. Накануне в Павловске прошли учения по поиску людей. Вековой юбилей отпраздновала жительница Алтайского края, труженица тыла Наталья Ефименко. Наша съемочная группа пообщалась с имениницей. Сегодня губернатор Алтайского края Виктор Томенко работает в Мамонтовском районе. Глава региона посетил сельхозпредприятия, спортивный комплекс, школу и другие объекты. Подробности у моего коллеги Глеба Полянского. Здравствуйте, уважаемые коллеги и зрители телеканала Катунь-24. Мы находимся в селе Островное Мамонтовского района. Сегодня сюда с рабочим визитом приехал губернатор Алтайского края Виктор Томенко. За моей спиной Островновская средняя общеобразовательная школа. Ее капитально отремонтировали и оснастили современным оборудованием. На эти цели из краевого, федерального и местного бюджетов, с участием средств бюджетов всех уровней, направили 47 миллионов рублей. Такая работа ведется по всему Алтайскому краю. За пять лет отремонтировано 444 школы общеобразовательных. На эти цели направили почти 7,5 миллиардов рублей. Вдумайтесь, сумма действительно очень крупная. Кроме того, для привлечения педагогических кадров действуют различные программы. Около миллиона рублей, миллион рублей составляет выплата по программе «Земский учитель». А в этой школе работает педагог, которая получила по краевой программе уже, по краевой, единовременную выплату в 300 тысяч рублей. Более подробно об этом и многом другом расскажем в наших материалах в следующих выпусках новостей. А пока рабочая поездка губернатора Алтайского края в Мамонтовский район продолжается. Коллеги. Глеб, спасибо. Ждем вас в редакции. Ну а я продолжу. В Алтайском крае 167 ветеранов Великой Отечественной войны получили ежегодную выплату ко Дню Победы, сообщает официальный сайт региона. Сумма выплаты, согласно указу президента, 10 тысяч рублей. Всем ветеранам средства были назначены автоматически в апреле вместе с другими выплатами. Двумя пенсиями, ежемесячной денежной выплатой и дополнительным материальным обеспечением. С учетом этих выплат средний размер дохода участников Великой Отечественной войны по линии фонда более 40 тысяч рублей в месяц, уточняют в отделении Социального фонда России по Алтайскому краю. Напомню, что праздничная выплата ко Дню Победы полагается инвалидам Великой Отечественной войны и тем, кто непосредственно участвовал в событиях тех лет. Столетний юбилей отпраздновала жительница Алтайского края, труженица тыла Наталья Ефименко. В годы Великой Отечественной войны она работала на железной дороге и поддерживала фронт в тылу. Наталья Яковлевна Ефименко успела окончить только пять классов средней школы. Пошла трудиться в колхоз разнорабочей. Нужно было кормить братьев и сестер. В 1942 году по распределению попала в Петропавловск в железнодорожное депо. Там труженица тыла выучилась на машиниста углеподъемного крана. Выучилась, правоуправление получила и стала работать. Работа была очень тяжелая. Машина первобытная. Это управление было такое, пять рычагов, кулиса, реверс, регулятор. Работали по 12 часов, неделю в день, а неделю, потом пересмена, сутки отдыхаешь, в ночь работаем. В основном женщины работали и дети. И дети, подростки, там 16 лет, 15 лет, вот такие вагонетки катали. Познакомившись с мужем, Наталья Яковлевна переехала в Алтайский край. Трудилась на железной дороге до 1978 года. Сейчас воспитывает троих внуков и правнука. Любит петь им песни и читать стихи времен своей молодости. Широка страна моя родная, много в ней лесов, полей, рек. Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек. Наталья Ефименко родилась 1 мая, в День труда. Возможно, поэтому и сегодня без дела не сидит. Выбивает салфетки, ткет ковры для себя и в подарок для родных. Юлия Шеламова, Анатолий Фукс, Новости. Строители завершили монтаж одного пролета моста на проспекте Ленина. На этой неделе рабочие смонтировали пролет путепровода из 25 железобетонных балок со стороны дома быта. Также приступили к монтажу частей первой опоры и планируют приступить к работам по обустройству будущей дороги. Параллельно с этим продолжаются работы на восьмипролетном путепроводе. На первой и второй опорах строители завершают возведение верхних частей. На третьей опоре ведутся работы по засыпке, растверке и демонтажу частей стоек опоры. На четвертой монтируют опалубку подпорной стенки. Также в планах на месяц начать монтаж пролетов на большом путепроводе. И продолжаем выпуск. Они ищут артефакты и всегда берут с собой компас и навигатор. Речь идет не об археологах, а о волонтерах поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». А артефакты – это вещи пропавшего. Накануне в Павловске прошли масштабные учения по поиску людей. Маша! Маша! Работа на отклик – один из распространенных способов поиска для отряда «Лиза Алерт». Старший трижды кричит имя потерявшегося, а затем вся группа на протяжении 40 секунд прислушивается в надежде на ответ. Если мы слышим отклик, мы докладываем обязательно в штаб, что мы слышим отклик, получаем команду, что мы отрабатываем отклик, и мы движемся в сторону предполагаемого звука. Накануне в Павловске для всех желающих прошли учения по поиску. Их организовал региональный отряд «Лиза Алерт». Тренировка длилась два дня и стала самой масштабной за 10 лет существования организации в Алтайском крае. В учениях участвовали около ста поисковиков из разных городов и районов, а также полицейские, сотрудники МЧС, следственного комитета и кинологи. Главная задача – научиться работать слаженно со всеми службами. Нужна всегда практика. То есть в теории мы все хорошо все знаем, у всех возможно получается, но постоянно нужно практиковаться. Даже работа с нашим оборудованием, которое используется при поиске, если 2-3 месяца с ним не занимаешься, таким оборудованием, как навигатор, то теряется кое-какой навык. Самый трудозатратный вид поиска – лесной. Для него всегда привлекают много людей и техники. Поэтому на учениях именно в лесном массиве отрабатывали поиск человека. Кстати, кроме людей, добровольцы ищут так называемые артефакты – вещи, принадлежащие пропавшему. «Лиса-5 обнаружила артефакт. Желтые очки с черной оправой». «Опять отметите точку и передайте координаты». Среди участников учений – как новички, так и опытные волонтеры. Ирина Аксютина из Рубцовска – поисковик со стажем. В отряде 4,5 года. Я многодетная мама. Ну вот, как говорится, чужих детей не бывает. Поэтому и вступила в отряд. Теорию, конечно, мы проходили. Обучение у нас проходит постоянно. Но какие-то новые аспекты в любом случае я для себя вынесла. И я надеюсь, что я, когда приеду в Рубцовск, поделюсь обязательно этой информацией с нашими поисковиками. По данным регионального МВД, только в прошлом году в Алтайском крае без вести пропали 3673 человека. Из них 964 – несовершеннолетние. 460 человек так и не нашли. 25 мая – Международный день пропавших детей. В региональном отряде «Лиза Алерт» планируют провести просветительские мероприятия. Рассказать, как вести себя, если вдруг потерялся сам или потерял другого. Возможно, это поможет уменьшить статистику потерявшихся детей. Елена Самарина, Анатолий Фукс. Новости. И к другим темам. 26 рябин в память о неродившихся малышах высадили в сквере химиков. Таким образом, в краевой столице впервые присоединились к всероссийской акции «Росток памяти». Акция создана для поддержки родителей, потерявших ребенка. В Парнауле ее организовал краевой кризисный центр для женщин. Посадка деревьев – это возможность облегчить боль утраты. Такое символическое действие помогает прожить горе и поддержать друг друга. Семья может приходить в памятные дни, связанные с малышом. В какие-то счастливые моменты семейные. И это все-таки сегодня такое время про переживания, про какую-то горечь, про потери. Но в то же время это про любовь, это про взаимопомощь, про поддержку. Психологи называют посадку дерева финальной точкой принятия случившегося. Мамам и папам, столкнувшимся с перинатальными потерями, необходимо чтить память о своем ребенке и разделять чувства с другими людьми. Это такой очень личный момент, очень такой глубокий для меня. Это связано с моими переживаниями. И знаете, это как память о моих неродившихся детях. И для меня это очень важно и ценно, что эти деревца будут здесь. И я смогу приходить, смотреть. Продолжаем выпуск. Жизнеутверждающая история о мальчике-инвалиде. Показ фильма «На мари» барнаульского режиссера Павла Удимова прошел в Бурнауле. Свою картину он представил прихожанам храма святителя Николая Чудотворца. Фильм тронул с первых кадров природа Горного Валтая, где я родилась. Сразу я ее узнала. Я ощущала даже этот воздух морозный. В этом фильме так изумительно снятый оператором и художником. Конечно, фильм потрясения, фильм удар по нервам. Но видеть его должны люди. У нас есть ассоциация родителей, мам, детей, инвалидов. Я бы так хотела, чтобы они его увидели. И он их поддержал в их жизни. По сюжету в канун крещения мальчику снится сон. Как он плавает в проруби и видит свет из лунки льда. А когда просыпается, просит отца отвезти его на прорубь. Они отправляются на замерзшее озеро, но там происходит нечто неожиданное. К этому часу у меня все. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова